вот хочу сделать очередной абсурд товара 6 терабайт на жесткий диск 2 миллиона часов временной работки на отказ 256 кэш внутренний кэш 5 лет гарантии вот я его просто пока вот так установил сейчас мы его будем инициализировать ну я его просто на коробочек поставил данный диск будем инициализировать он поставлялся просто в упаковке я подключил чтобы так сказать сейчас мы будем строить его на компьютере ну как вы знаете обычными средствами windows заходим в диспетчер дисков управление дисками и его нужно инициализировать естественно в специальном формате вот он у меня видите нераспознанный 5588-91 не поддерживается нажимаем правой кнопкой создать создать простой том нажимаем далее выбираем максимум нажимаем далее диск букву оставляем файловая система по умолчанию нтфс метка тома ну давайте обычно потом мы его переименуем все готово для создания так вот он инициализировался значит форматирование по полный диск у меня вот обнаружено новое устройство сейчас мы его будем смотреть диска так давайте посмотрим открываем мой компьютер значит вот он диск 545 терабайт нажимаем правой кнопкой свойства давайте посмотрим вот он 6 терабайт на 545 терабайт занято под файловую систему так как этот диск то разрешить индексирование и движим не сжимать этот диск для экономии мы установим поставим применить применить ко всем ну а в администратор у нас есть все теперь давайте посмотрим естественно кристал диск его скорости сразу для теста вот я запустил так выбираем наш смотрим выбираем наш диск вот диска 5 и 5 терабайт выбираем один проход 50 мегабайт включаем ну естественно данная скорость я выложу вам в соответствующие так давайте посмотрим его с помощью кристал диск инфо вот диск к 6 терабайт время 0 часов число включения два раза скорость 7 200 он у меня подключен красота все показывает хорошо температуру хорошо состояние диска нормально все новенький инициализируется два раза всего включения так сейчас посмотрим сейчас мы посмотрим с помощью так давайте посмотрим скорости да так сейчас мы его включим посмотрим еще в одной программке ssd 4 так сейчас я его выберу вам вот он диска 5 с половиной терабайт так 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 0, 32. Номер он определил. Так, вот показания. Так, 5,5 терабайт – это число записи, число чтения. Так, давайте посмотрим, что-нибудь на него скопируем сейчас. Большой объём. Вот я его открыл. Давайте ядь всего. Вот у меня есть на диске видео. Ну, давайте один файл. Опа. Ну, вот 112 Мбитс. Один файл, в общем, там у него объём 1,5 Гб. Вот он, в принципе, скоростью 65. Ну… Так, вот всё. Вот, смотрите, скоростью 211, 198. Ну, у него 256 кэш. Так, давайте посмотрим. Давайте большой объём. Вот, примерно там 20-30. Видите, 165 Гб. Ну, так, просто давайте мы посмотрим. Скорость. Так. Вот, смотрите, 164 Гб. Ну, там, естественно, общий объём. Вот, смотрите, скорость. 70 Мбитс, в секунду 66, 63. Вот, 545 ТБ. Свойства давайте ещё раз его посмотрим. Да, что там пишет «Занятый свободно». Пока непонятно. Так, ну, скорость я вам показал, я напишу «Отмена», да. Ну, диск неплохо. Давайте мы его один проход на 32 Гб попробуем сделать. Вот я 32 Гб, а потом я всё это на… этих вам покажу на записях. У меня тут появляется такой значок обычно, да, на самом диске, когда он начинает записывать его. Т. Так, вот его параметры, а это когда-то он записывается, видите, как-то странно, он говорит, сколько записей произошло и чтение, видите, 40 гигабайт записи, ну, ладно, странно. Ну, остальное я вам покажу в картинках, так, давайте откроем еще раз его, вот он, 5,43 терабайт, и тут как раз запись, которая происходит. Все скорости покажу на фотографиях, инициализировать его нетрудно. Давайте еще раз на SSD. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Все, скорости всем покажу. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА